Российское историческое общество опубликовало сегодня на своем сайте серию документов о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Ранее они не были известны широкому кругу исследователей. О событиях 70-летней давности говорили сегодня и на круглом столе в Санкт-Петербурге. Среди участников был спикер Госдумы, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, победа во Второй мировой не должна стать рядовым событием истории в сознании будущих поколений. В некоторых государствах, причем на фоне нынешнего самого, пожалуй, острого за последние десятилетия кризиса безопасности, продвигаются абсолютно ложные представления о Второй мировой войне, вплоть до прославления пособников нацистов. Это происходит в целом ряде стран, в том числе у наших прибалтийских соседей. Я уже не говорю об Украине. Еще недавно, совсем недавно оказалось невозможным, что к этому можно будет принудить потомков победителей.